В зоне конфликта на Луганском направлении, по данным пресс-центра АТО, за минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов. Все чаще боевики используют тяжелое вооружение калибром больше 100 мм. Один из таких обстрелов зафиксирован в четверг на позициях украинских армейцев возле трехизбинки. Бойцы при этом на провокации не отвечают и не только крепко держат оборону на линии разграничения, но и успевают бороться с контрабандой. Подробности у наших корреспондентов. Остатки 120-мм мины – яркий пример того, что боевики не придерживаются минских соглашений. Сюда, на позиции украинских бойцов возле трехизбинки, этот снаряд залетел ночью около 11 часов. Били со стороны оккупированного Славяно-Сербска. К счастью, никто из наших армейцев не пострадал. Стрел ввел со 120-ми, 120-м калибром, минометом. Где-то 4 прилета было. А что пострадал? Туалет. Количество одной штуки. У бойца с позывным «Саныч» со вчера два дня рождения. В момент обстрела он был в столовой рядом с эпицентром взрыва. Не пострадал чудом. В столовой ужинал. Никого не трогал. Пожелали приятного аппетита. Волна туда ушла, прям по окопу. Вон там всю траву вот так смял. А какой радиус поражения от этой мины? Там метров 200, как точно. Остатки одной из таких мин бойцы достали из окопа утром. Весь процесс запечатлели на видео. Это вчерашний подарок. От добрых людей. По этому участку боевики стреляют уже вторую ночь подряд. Теперь, говорят бойцы, нужно укреплять позиции. Сейчас они строят новое укрытие. Агрессивное действие противника армейцы объясняют оборудованием вооруженными силами новых позиций на определенных участках в так называемой серой зоне. А также очередной ротацией у боевиков. Бойцы успевают не только держать оборону, но и помогают бороться с контрабандой. Накануне возле Трюхизбинки задержали автомобиль с почти полтонной сыра, который пытались переправить на оккупированную территорию. Предлагали взятку. ЗСУ взяток не берет. Сколько? Не знаю. Просто говорили, давайте договоримся. С нами договариваться нельзя. Это, говорят бойцы, первый случай контрабанды, зафиксированный в районе Трюхизбинки за последний месяц. А еще в прошлом году контрабандистов здесь ловили почти каждый день. Значит, воспитательные меры, шутят армейцы, пошли на пользу. Юлия Щербак, ПАДИИ.